Информационная служба телеканала «Россия» начинает работу в эфире. Это Вести Ульяновск. В студии Артем Петров. Здравствуйте. Спортивных площадок становится больше, как и травм, которые на них получают дети. Расскажем о турниках, которые разочаровали в том числе взрослых. Я упал вот с этой штуки. Эксперты заключение сделали такое, что в этой конструкции много нелогических решений. Сейчас данное решение находится на контроле. Прокуратура района остается на контроле до полного устранения всех недостатков. За государственный счет сиротам построили аварийное жилье. Прокуратура проводит проверку, кто закрыл глаза на нарушения. Конечно, этот оборудование очень нам помогает работать. И в Чучкаловском медицинском центре появилось современное оборудование. Какие у него преимущества и как изменится диагностика непростых травм и тяжелых заболеваний. Но вначале областные власти намерены до середины сентября продлить ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. И отменить массовое празднование Дня города. При этом чиновники констатируют изменение эпидитуации в лучшую сторону. С так называемого плато больницы постепенно выходят на более низкие показатели. Несмотря на это, картина остается хрупкой. У шести из десяти вернувшихся с курорта туристов подтверждается COVID-19. И сюда же добавляется общий неблагоприятный прогноз по второй волне коронавируса и сезонной заболеваемостью, гриппом и ОРВИ. Ограничения должны действовать до середины сентября. Режим ограничений, достаточно жестких ограничений, будет действовать на территории Ульяновской области. Другой темой стала экономическая ситуация в регионе. Аграрии выходят на завершающий этап уборочной кампании. За последнюю неделю убрано всего 200 гектаров. Рабочие не смогли выйти на поля из-за проливных дождей в выходные. По прогнозам специалистов, на общем результате эти обстоятельства сильно не скажутся. Весь Приволжский федеральный округ показывает очень высокий результат. И по намолоту наша Ульяновская область занимает шестое место. Дожди, конечно, нас немножко остановили в уборочной кампании. Но я хочу сказать, что два муниципалитета у нас вышли на сев. Конечно, сев проведен всего лишь на площади 200 гектар. Это немного, но я хочу сказать, что это очень хорошо и влага нужна именно для того, чтобы сейчас дать залог будущему урожаю. Реальный сектор экономики областные власти намерены поддерживать по аналогии с мерами Банка России. В частности, до 31 декабря не выставлять штрафы и пенни, реструктурировать займы путем смены валюты, продолжить обслуживание клиентов с просроченными паспортами. Это те меры, которые профильному министерству предстоит проработать. Ненадежно и очень опасно. Все больше детей получают травмы на новых спортивных площадках. Проект для занятий физкультурой «Спортнорма жизни» презентовали ярко. 100 площадок за 300 тысяч рублей установили в ульяновских дворах. Однако новые турники быстро разочаровали не только детей, но и родителей. Во дворе 53-го дома по проспекту Нариманово уже трое получили травмы. Дети с переломами. Родители пеняют на некачественные спортивные площадки. Я упал вот с этой штуки. Эта яркая площадка украшает двор совсем немного времени. Но маленький Ваня, как и его родители, заполнит ее надолго. Вместо впечатлений от игры с друзьями – рентгеновские снимки. Рука распухла. Мы поехали в травмпункт, наложили гипс. Мы целый месяц ходили. Переломы в двух местах. Они внизу вообще не играют. Они только вот находятся наверху. Поворотом лазят до гонялки, переворачиваются внизу. И мне интересно. Ваня стал первым из трех мальчишек, которые получили переломы на этой спортплощадке. Мешался народный контроль. Должны были сдать эти объекты в июле месяце. На дворе сегодня средина августа. Объект никто не может сказать – сдан, не сдан. Но раз он не сдан, значит, он должен быть ограничен к доступу детей. Жители даже предоставили техническую экспертизу в состоянии оборудования данной спортплощадки. Эксперты в заключении сделали такое, что в этой конструкции много нелогических решений. Вот, например, почему происходят травмы. Вот эти вот опоры, вот эти вот красные железки – это ребра жесткости. Их либо можно было бы ниже опустить, было бы намного меньше травм. И действительно, вот не было бы таких обращений. Сама площадка универсальная. Здесь и футбольные ворота, и кольцо для игры в баскетбол, и даже инвентарь для сдачи норм ГТО. Подходит для подростков. Вот только средний возраст играющих здесь детей не превышает 8 лет. Получается, построили спортплощадку на вырост. Сейчас вот уже идет активная приемка этих площадок, и мы уже будем доводить до каждого двора, до всех жителей, как только она принимается, чтобы они могли уже ее эксплуатировать. И дали нам обязательное какое-то предложение о том, чтобы либо ее огородить, либо что-то им еще около площадки сделать, либо, может быть, дополнительно сделать для наших маленьких детей вот какой-то свою спортивный такой городочек. А здесь он нужен. Стоимость уже установленного сооружения 300 тысяч рублей. Этой суммы, по мнению общественников, достаточно, чтобы учесть пожелания жителей и возможности территории. Тем более, примеры такие в российских городах уже есть. Белышахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. В регионе за государственные деньги сиротам построили аварийное жилье. Возбуждено уголовное дело. Министерство строительства и архитектуры заключило госконтракт на строительство многоквартирного дома для детей-сирот в селе Большой Нагаткино. Составленная проектная документация в настоящее время не найдена. Дом по улице автомобилистов был сдан с явными нарушениями. Протекла крыша у меня прям сильно. Первый раз пришла с работы, прям заливала. Потом уже вот обнаружила то, что здесь прям полы как бы неустойчивые, они проваливаются. Местами заплесневелые. Еще у меня получается батареи. Вот можете потом посмотреть, когда эти температурный режим еле достигают 17 градусов вот сейчас. Хотя на улице не мороз. А на самом деле, когда морозы, очень холодно. На протяжении шести лет жители обращались во все инстанции. Прокуратура начала проверку. Стало известно, что местная администрация дала разрешение на ввод дома в эксплуатацию, невзирая на нарушения. Дело направили в суд. Решения Маулянского района суда, требования прокуратуры Цинского района были удовлетворены. Сейчас данное решение находится на контроле. Прокуратура района остается на контроле до полного устранения всех недостатков. В отношении стройзаказчика и администрации Циннинского района возбуждены уголовные дела. Пришли к пенсионерке по социальным вопросам, ушли с золотым запасом. Полиция подозревает в краже цыганок из Пермского края. Две женщины задержаны и дают показания. Одна из них представилась пожилой даме сотрудницей управляющей компании, которая якобы информирует о новых компенсациях для детей войны. Во время разговора на кухне ее 50-летняя напарница проникла в открытую дверь и быстро заглянула во все ящики. Из квартиры пенсионерки подельница вынесла несколько обручальных колец, серьги и кулоны. Похищенные украшения оценили в 25 тысяч рублей. С данными лицами были проведены следственные действия, возбуждено уголовное дело. Еще один грабитель своих пожилых жертв выбирал уже на улице. Одним дамам он предлагал помочь донести сумку, после чего срывал украшения и скрывался. У других вырывал сумки из рук. Серия краж за три дня. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ленинского отдела полиции задержали 33-летнего неработающего жителя областного центра. Цепочку подозреваемых сдал ломбард. Ранее похищенные телефоны и деньги забрал себе. Кроме этого, сотрудники полиции установили причастность злоумышленника к еще одному ограблению. По фактам грабежа полицейские возбудили три уголовных дела. Новое современное оборудование появилось в Чучкаловском медицинском центре. С помощью рентгенаппаратов врачи проводят сложнейшие операции, при этом лучевая нагрузка на организм минимальная. Электронный оптический преобразователь дает медикам четкую картинку. Область применения от травматологии до нейрохирургии. Аппарат незаменим, когда требуется ювелирная точность. Например, при оперативном вмешательстве на позвоночнике. Нужно очень точно ставить металлоконструкцию, чтобы и сами позвонки были в правильном положении, и не страдал ни спинной мозг, ни его корешки, то есть нервы этого спинного мозга. Поэтому, конечно, это оборудование очень нам помогает в работе. Новый аппарат медики уже опробовали. Первые пациенты встают на ноги и сейчас свободно прохаживаются по коридорам больницы. У меня произошла авария, ДТП. Очень тяжелая травма была позвоночника, смещение диска позвоночного с трещиной. Но операция прошла успешно, себя чувствую очень хорошо. Новым оборудованием пополнилось и отделение ультразвуковой диагностики. Специалисты говорят, это первый аппарат подобного уровня за все время существования службы. Теперь медики получают картинку высокого качества и без труда оптимизируют процедуру исследования. Павел Игнатьев, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. В Димитровграде на площадках индустриального парка «Мастер» появился новый резидент. Открытие завода по производству электроустановочных изделий посетил глава региона. Промышленные площадки, которые регион предлагает инвесторам для локализации предприятий, обладают уникальными условиями. Появление новых заводов становится особо важным во время пандемии. В этот сложный для экономики период регион прилагает максимум усилий, чтобы не снижать деловую активность. В настоящий момент уже порядка 16 резидентов работает, 440 рабочих мест создано. Мы рассчитываем, что до конца следующего года еще порядка полутора тысяч будет создано новых рабочих мест. Ульяновск область была признана самым успешным регионом по привлечению инвестиций в Российскую Федерацию. Более того, Ульяновск область в соответствующем решении бизнес-сообщества Российской Федерации по итогам первого квартала была признана регионом самым лучшим деловым климатом. Соглашение об инвестировании в создание нового предприятия на Димитровградской промплощадке было подписано год назад. Свой первый завод компания построила в Подольске 4 года назад. Теперь расширять производство продолжила уже на Ульяновской земле. Объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составил порядка 100 миллионов рублей. Мы планируем развить производство литья, производство полимерных изоляторов, производство спиральных вязок на этой же площадке. И также планируем поставлять продукцию не только в электросетевой комплекс России, но и на зарубежные рынки. Для нашего потребителя, ради которого мы все работаем, они будут обеспечены качественной электроэнергией. У нас перестанет отключаться свет. У нас постоянно будет свет в компаниях. Мы все будем обеспечены надежным электроснабжением. Новое предприятие производит продукцию в рамках госпрограмм импортозамещения и цифровизации российской энергетики. Дольщикам, не дождавшимся собственного жилья, возместят затраты на арендованные. Помощь пострадавшим от недобросовестных застройщиков оказывают адресно. Сейчас в поддержке региональных властей нуждаются почти 3000 ульяновцев. Из них 200 человек не имеют регистрации в регионе. Тогда к помощи подключаются и благотворительные организации. Ситуации разные. Итог. Один. Людям негде жить. Купили квартиру в Юго-Западном. В мае 2018 года в 47-м М по генплану. Приобрели квартиру. Мы думали, что сдадут 31 декабря 2018 года. Плюс 90 дней. Мы готовы были ждать. Но до сих пор наш дом не сдали. Если у людей изменилась жизненная ситуация в связи с потерей работы, или кто-то из членов семьи вдруг не работает, в декретном отпуске находится, то мы помогаем еще и оплатить ипотечные кредиты. Кроме этого, сегодня вы знаете, что в нашем регионе ежегодно проходит акция «Помоги собраться в школу». И это определенная категория. Детей участвовали всегда в этой акции. На сегодняшний день в этой акции участвуют и дети, дольщиков, которые к нам обращаются. И мы помогаем обеспечить детей всем необходимым и подготовить к школе. Для подобных ситуаций в министерстве организована горячая линия. Каждое обращение рассматривают в индивидуальном порядке. А на достройку проблемных домов в 2021 году из региональной казны выделят дополнительные средства. 93 миллиона рублей уже вложили в завершение строительных работ в микрорайоне «Запад-1». Речь идет о трех жилых домах. Еще шесть проблемных объектов в Заволжье планируют сдать в следующем году. По словам региональных властей, на это потребуется около 154 миллионов рублей. 4,5 километра трамвайных путей заменят в Ульяновске до конца года. Активные работы сейчас идут на улице Розы-Люксембург. Здесь смонтировано порядка 600 метров новые рельсы шпальной решетки. Это 65% от всех запланированных работ. Площадку подготавливают для укладки оставшегося полотна. На перекрестке с улицей до Кучаева замена рельс идет в два этапа, чтобы не перекрывать движение автомобилей. В этом году мы заменили порядка 2,5 километров на улице Робеспьера, Верхнеполевая и Можайского. Заменили 600 метров на Московском шоссе под трамвайными остановками автозавод, Терешковый и автовокзал. Кроме того, мы заменили рельсы под перекрестком 50 лет в ЛКС Московское шоссе. Выполнили подготовительные работы на улице Рябико-устанка строительная. На этой неделе подрядчик заходит туда с асфальтировкой. Это половина от всех запланированных работ. К слову, планы этого года в два раза превышают показатели прошлых лет. После завершения работы на улице Роза-Люксембург, Ульяновск электротранса заменит 20 метров кривого участка на перекрестке улиц Камышинска и Рябикова. А затем приступит к капитальному ремонту трамвайных путей на улице Пушкарева. Длина участка 600 метров. Это Вести Ульяновск и мы продолжаем. Ульяновские техникумы и колледжи готовятся к новому учебному году. День знаний студенты отпразднуют в обновленных кабинетах. Ремонт провели во всех учреждениях среднего профессионального образования. В списке выполненных работ, замена окон, а также обновление кровли и ремонт учебных помещений. В ряде учреждений, там где мы в этом году создаем, формируем новые мастерские в соответствии с современными требованиями, там у нас идет капитальный ремонт учебно-производственных мастерских, которые будут оснащены современным оборудованием за счет федеральных и региональных средств в рамках федерального проекта молодые профессионалы национального проекта образования. Реализация этого проекта сейчас продолжается в техникуме отраслевых технологий дизайна. Здесь будут обучать по специальностям администрирования отеля, технологии мода, а также графический и цифровой дизайн. А в мастерскую по парикмахерскому искусству закуплено новое оборудование. Мастерские станут и площадками для проведения соревнований. Техникам успешно организуется стезание WorldSkills. Мы предполагаем, что дальнейшее проведение на высоком уровне на нашей площадке. Ремонтную работу мы планируем выполнить и закончить к 1 сентября. Официально открытие, мы как заявились для Министерства просвещения, и мы в графике, в таблице открытия мастерских 5 октября, отторжительное мероприятие мы приурочим 28 октября. Это и Дню профтеха, 40-летие учебного заведения, и, конечно же, торжественная церемония открытия всех наших мастерских после поставки всего оборудования. Результатом проекта станет запуск 11 новых программ обучения, оснащение 125 новых рабочих мест и внедрение почти 400 единиц современного оборудования. Ульяновские школьники могут получить билет в будущее. У учащихся с 6 по 11 классы есть возможность принять участие в одноименном федеральном профориенционном проекте. Билет в будущее дает отличную возможность детям вместе с родителями узнать много занимательных фактов о различных профессиях, выбрать самые интересные и пройти профессиональные пробы. Проект состоит из трех этапов – онлайн-диагностики, профориенционных мастер-классов и индивидуальных рекомендаций, которые участники получают по итогу. Проводить профессиональные пробы будут наставники, преподаватели образовательных организаций. Для того, чтобы стать обладателем счастливого билета, нужно зайти на официальный сайт и пройти тестирование. За три года осуществования проекта несколько тысяч детей уже попробовали себя в различных направлениях. В Государственном архиве региона начала работу выставка «Пробудить в симбирском обществе любовь к истории местного края». Ее открытие состоялось в памятный день. Ровно 125 лет назад была создана Губернская учебно-архивная комиссия. Впервые в экспозиции личные вещи, рукописи создателей и членов архива, материалы о проводимых комиссий и мероприятиях вековой давности. Чтобы знать свои корни, свое происхождение и оценить вклад тех замечательных людей, которые позволили нам сегодня увидеть и познакомиться с этими уникальными экспонатами, которые хранятся в Государственном архиве Ульяновской области. Центральную часть выставки составляет материалы о мероприятиях, проводимых комиссией и самое яркое – празднование первого юбилея в истории города 250-летия основания Симбирска. Гости узнают, где размещались музеи и архив комиссии о строительстве дома памятника Ивана Гончарова на новом венце, об издательской деятельности ученой архивной комиссии. Посетить выставку можно бесплатно, предварительно записавшись по телефону. Для себя и для потомков в Красном Яре разработал музей истории села. Экспозицию, собранную самими жителями, наполнили предметы быта, священные писания и фотографии военных лет. Изучить историю по старинным реликвиям отправился и мой коллега Павел Игнатьев. Звуки благовеста разносятся по всей округе. Никольский храм виден из любой точки Красного Яра. Именно к нему ведут все местные дороги. На свет духовного маяка стекаются прихожане со всего региона. Слава Богу, что здесь появляется у нас и молодежь, которая не только приукрашает этот храм, но и немножко следит за территорией, вносит свои труды в это благодатное место. Отслужив молибен, благочестивые миряне расходятся по своим делам, но храм никогда не пустует. Паломники святое место не забывают. Так было и в годы тяжелого лихолетия. Прихожане отстаивали и сам храм, и его реликвии. Одна из них выставлена в музее Красного Яра. Крест, который вы видите, является достоянием тела Красный Яр. Это из разрушенного храма, который был разрушен в 54-м году. Здесь он стоял на горе. И за буханку хлеба вымели этот крест. Он сохранялся в стоге сена, потом в дровах. И когда храм освящали Николая Чудотворца, этот крест принесли благотворители и те, кто сохранил в этот храм. Крест с разрушенной обители – главный музейный экспонат. На благое душеспасительное дело местных жителей вдохновил отец Николай. Батюшка признается, заслуга общая. Те, кто наполняет экспозицию, и те, кто приходит на нее посмотреть. Всем селом под руководством нашего батюшки, отца Николая, сюда приносили все реликвии, которые были сохранены в семьях. У дедушек, у бабушек, у себя дома хранили. Местный музей – летопись Красного Яра. В этих стенах его самые славные, самые печальные страницы. Дореволюционные годы, повадки и предметы патриархального быта. История, застывшая в лицах, и лица, творившие историю. Ее красноярцы продолжают изучать и сохраняют, как могут. Павел Игнатьев, Дамир Губеев, Вести Ульянов, село Красный Яр, Чердоклинский район. На этот час у меня все. Увидимся. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет слабо расти. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем по области от 15 до 20 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 17, плюс 19. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин